Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил большое количество писем, поступающих в российское посольство в США, адресованных лично Владимиру Путину, в которых простые американцы выражают сожаление по поводу сказанных Джо Байденом обидных слов в его адрес. Ранее во время интервью телевизионному каналу ABC президент Соединенных Штатов позволил себе агрессивный выпад в адрес главы РФ, назвав его убийцей. В ответ на это Путин подчеркнул, что в таких ситуациях человек как бы разговаривает со своим отражением в зеркале, пожелал престарелому хозяину Белого дома здоровья и предложил ему провести открытую публичную дискуссию. Узнавшие об этом инциденте, жители США начали присылать в адрес российского посольства личные письма, в которых они осуждали лидера своего государства за столь недипломатичное поведение. Часть этих посланий попали в средства массовой информации и многие были рассекречены. Так, 74-летний ветеран военно-воздушных сил Соединенных Штатов отметил, что он просит извинить Байдена за столь необоснованную, непрошенную и постыдную фразу. Он также написал об уважении к Владимиру Путину и о том, что считает его одним из наиболее достойных лидеров государства на планете. Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным. Написано еще в одном письме, цитируемом РИА Новости. Еще один житель США заверил в своем письме российского президента в том, что в Америке многие считают Россию дружественной страной и высоко ценят деятельность Путина на посту ее президента. Надеюсь, ваш подход будет по-прежнему состоять в том, чтобы держать каналы открытыми и способствовать контактам между людьми на субнациональном уровне, добавил американец.